у нас просто снегопад уже куда снега столько смотрите мы уже все в снегу сугробы с меня ростом ай красавчик сгонял где был чуть ветерок и все сегодня как нельзя лучше подошел день для послушки мы гуляем по проезжей части за городом в деревнях вакай камни вакай опять что-то увидел вдалеке какие-то тени и начинает на них реагировать вот вакай сейчас хочу продемонстрировать вам нашу послушку в принципе наше поведение какое есть вот оно без всякого монтажа как мы обычно гуляем как мы нанимаемся тут иногда ходит транспорт трактор сейчас проехал и мы гуляем вакай вака видите он постоянно зацикливается на когда что там никого нет пока сидеть пока дай пять дай пять дай пять видите он отвлекается и уже послушка хромает пока ждать когда начинает зацикливаться отвлекаться все он бы рассосредотачивается он уже не так внимательно меня слушать пока и гуляй можно вот ну и сейчас все равно как раз таких случаях и надо усиленно показывать пока и камни видите вот ему надо чуть подумать потом он бежит ну с послушкой у нас вот видите как обстоит дело пока приспичило им там пометить по пути ко мне сказала я буду резко громко говорить потому что команда у нас только так работают камни камни вот и сразу рядом ряд молодец рядом то есть поводок висит на мне вот он я пока им не пользуюсь здесь он у нас под контролем ситуация машин нет стоять погодить вперед можно там увидел то ли машина то ли люди на обочине но мы сейчас туда не пойдем там уже поселок начинается будем разворачиваться я ему показываю что я поменяла направление изменила и вот он еще какое-то время будет стоять наблюдайте у нас ветер не знаю слышно меня или нет сейчас он побежит всегда надо рякнуть вот скотина он меня выбешивает этим вот он в такие моменты он очень четко понимает что я уже сейчас не добрая что сейчас я уже с ним буду очень строго поэтому он начинает переживать в плане от того что ему попадет и начинает уже слушаться в такие моменты я сразу сажу его на поводок я ограничиваю его свободу тем самым делаю резкие рывки если он пытается ослушаться и пойти вперед но он очень четко следит по ушам видно как он прислушивается к любому моему жесту собака уже понимает что я в заведенном состоянии злая я к нему отношусь очень жестко и он конечно пытается продемонстрировать покорность послушание весь во внимание и находится в таком растерянном состоянии демонстрация моего кнута это подчинение моего питомца молодец хорошо идите прям трется все молодец я сейчас смотрите команда у нас продолжается ты у меня не отличник сейчас рядом я иду он продолжает жить и рядышком там касается меня хорошо пока гуляем уже видите как только сконцентрировался я ему даю команду вольно все он начинает уже опять высматривать куда он стремился пошли ну вот таким образом у нас происходят наши тренировки до того как я начала вообще вести этот эфир сегодня он у меня уже прошел воспитательный процесс спокойно налегке с улыбкой обвеселились мы тут он бегал слушался по несколько раз подходил ко мне но вот у меня потом пришло в голову все это заснять но уже уже как-то вот не то как пока и камни машины летают у меня для может мальчик он все время принц рядом что ты не хочешь домой ехать что ли придется вака пошли пока камни скай пока и скорее как видите это не служебная собака она не торопится бежать но все-таки делать это хорош хорош особенно за поощрение за похвалу вака рядом рядом он готов делать еще я заметила он не так внимательно меня слушает когда я одна камеру работаю вроде как ты занимаешься своим делом это занимайся а я тут погуляю но все равно вот он слушает пока сиди ждать я разворачиваюсь и ухожу эта команда у нас тоже с детства разучена с двухмесячного возраста мы все тренируем практикуем улучшаем закрепляем я уже могу очень далеко уйти он будет сидеть и смотреть ждать команды каждый раз я стараюсь уйти немножко дальше чтобы это было его поводом для еще лучшего контроля меня пока камни он прям ждет эту команду ко мне чтобы поднести сетика на на у нас хорошо я всегда поднимаю руку вверх чтоб он тормозил начал может пробежать в играх фоксиде лапы сиди до 5 а и умница гуляй гуляй можно вот новенького ничего мы не добавляем оттачиваем то что есть разручиваем новые слова он знает птицы самолетом сразу пока где самолет 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 он ориентируется на шум но он значку самолет ведь он уже морду вверх делает диск раз глиссада находится часто летают самолеты и ходу и птицы тоже когда говоришь ему где птицы он начинает смотреть на деревья умные какие-то конечно пока камни рядом уже понимает что мы сейчас идем в машину она уже конечно нагуленный послушный сам по себе готов идти рядом сказала пойдем гуляйте все и настроение сразу улучшилось то есть он уже не предвкушает можно 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 он уже не предвкушает опять возврат домой решила еще пройтись нам надо подольше гулять и ходить вперед вперед можно и ищи щи поэтому я хочу подольше походить с ним все таки уже пес вырос нужны какие-то нагрузки элементарные у нас всегда по утрам длительный выгул со мной это за городом в лесу всегда ведь он сам не хочет идти потому что по лесу сейчас ходить ну просто ему очень много ресурсов надо чтобы прыгать без конца он отключается только в туалет и что-то там если его заинтересовало в каком не вот когда ничего не отвлекает но просто сто процентов пёс послушный мало отец я конечно если бы часто были люди собаки машины вся эта суета она очень сильно отвлекает но вот это очень хорошая тренировка была бы именно на воспитку послушку пока вперед можно гулять сразу бежит как я обычно его наказываю смотря какая дальность от нашей машины если мы вблизи нее где-то гуляем то это возврат в машину вплоть до того что уехать с этого места чтобы он понял что его лишили прогулки а либо это ограничение свободы если мы где-то далеко то есть жестко рядом прям максимально близко со мной это для него не комфортно когда он на природе он это понимает и начинает уже слушаться еще одна важная команда это стоять либо ждать вот тогда он если идет машина он стоит около обочины и ждет либо моей команды либо когда пройдет машина но у нас все движения передвижения уже как-то так приучены делать только по команде то есть он ждет когда ему разрешу идти либо он ждет когда я скажу гулять то есть только так мы постоянно с ним в контакте всю прогулку нет такого что я гуляю сама по себе он сам по себе но бывает если даже такое то это ну короткие такие периоды когда я что-то фотографирую снимаю интересное а он где-то бегает изучает вблизи там природу охотиться или еще что то а так у нас постоянно с ним коммуникация это видно и по видео и я часто об этом рассказываю то есть если много давать собаки свободного времени он конечно же начнет заниматься своими делами по-своему гулять начнет убегать потому что ему будет интересно мир который его окружает но никак не хозяйка а это не в моих интересах то есть это постоянно происходит его постоянно возвращает сейчас добьюсь хорошего послушания пока не скажу ему вака рядом то есть кто лидер в отношениях он показывает он с кобелями уже теперь на дыбах я так думаю не только за себя постоять может и ответить хорошо он бывал в агрессии уже его как-то довел питбуль который был за пределами собачьего выгула за территорией между ними получается была ограда но тот очень сильно реагировал на вакая будучи с хозяином хозяин почему-то никак не пресекает своего питания знаю для меня это уже ну все тут надо не бить не ругаться просто его братья отводить резко грубо неважно питбуль это или еще кто поэтому я не поняла почему так происходит тем более с такими бойцовскими собаками я думаю тут надо просто быть очень сильным лидером для твоей собаки мне кажется антуана джарян как раз очень много рассказывает об этом обидно когда свободно гуляют питбули в парках я это видела собственными глазами и вот после такой агрессии как он с нашим вакаем произошла у них пусть через забор они не пострадали ну они оба в возбужденном состоянии готовы порвать любого кто подойдет и естественно представляете этот питбуль идет с хозяином который его никак не воспитывает мне так кажется потому что он просто раз-два по кличке его назвал и вот он в таком состоянии питбуль продолжает идти по парку где гуляют дети бегают мне кажется любая вот такая вот искра для такой собаки это как пламя взрыв могут пострадать люди дети я вот это конечно очень сильно не одобряю мне это очень не нравится потому что видно как собака себя идет я даже подошла взяла за загривок за ошейник он весь взбудоражен у него холка торчит он весь злой он даже на меня бы среагировал ну я у него царь и бог и я добивалась этого и кнутом и пряником естественно поэтому вот будьте бдительными когда гуляете со своими кабелями тут не поможет даже намордник от травм поможет но воспитание это и есть воспитание то есть выход они все равно будут давать не важен намордник там для шлейка это все меры предосторожности но воспитание это совсем другое я просто берегу своего кабеля от лишней агрессии вот в дальнейшем чтобы у меня не было с ним проблем просто согласен ставьте какой-нибудь комментарий смайлик вот так далее пошли сказала быстро и он по интонации сразу понимает собака знает не слова интонацию скорее с каким какой любовью произношу поехали домой поедем мясо кушать у нас длительного кормежка поэтому он еще больше заинтересован с возвратом красавчик такой ай какой красивый варка позируется я вам приучила пока можно перед а как без этого мы не ходим на шоу на показы но зато вот делаем это для нашего любимого инстаграм youtube канала у нас есть и канал цен и тикток в общем везде ссылочки указаны подписывайте заходите много всякого смешного интересного как пошли вперед продолжает стоять снимаем его видите как работает команда ко мне всегда с паузой всегда с какой-то каким-то анализом то есть раз ко мне значит есть причина видите вот поведение он сразу демонстрирует свой интеллект не просто тормоза какие-то включается именно интеллект анализ там машина еще идет тут он никак не реагирует просто прекрасно знает что в машине ну пошли что ты вывесаешь помогай ко мне ко мне мальчик скорей скорей ко мне сказала пойдем гулять все настроение сразу не улучшилось то есть он уже не предвкушает можно можно иди вперед можно вперед он уже не предвкушает опять возврат домой решила еще пройтись нам надо подольше гулять и ходить вперед вперед можно иди ищи ищи иди поэтому я хочу подольше походить с таки уже пес вырос нужны какие-то нагрузки элементарные у нас всегда по утрам длительный выгул со мной это за городом в лесу всегда ведь он сам не хочет идти потому что по лесу сейчас ходить но просто ему очень много ресурсов надо чтобы прыгать без конца он отключается только в туалет и что там если его заинтересовало вака ко мне вот когда ничего не отвлекает ну просто сто процентов пес послушность молодец делать надо это часто бака ко мне скорее 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 можно гулять будет идти игра все время идет в правую сторону потому что видел что свернул туда человек с возможной собакой ну что богай ко мне ко мне мальчик скорее скорее ко мне 30 раз надо сказать а эту команду ребята мы отрабатываем ну прямо вот двух есть есть меня ролики на канале 1 где мы зимой с маленьким щенком также в лесу рядом гуляем отрабатываем команды с мужем поощряет поощряю и вот так у нас происходит я смотрю самолет я работаю сегодня без вкусняшек и вообще последнее время как-то не беру в основном потому что не всегда получается насушить легкое это самое лучшее лакомство то есть представляете что он слушает так без лакомства он слушает еще лучше но я часто ну пошли 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 он зависает потому что я все время что-то говорю и он все время слушает свою команду и поэтому немножко стоит думает вот такой камни давай сядем на поводок это тоже необходимая мера такая потому что очень редко мы ходим на поводки честно скажем сейчас он уже нагулялся сам по себе просто идет рядом молодец ряд молодец даже не рвется вперед вот так надо добиваться такого эффекта это стоять стоять ждать видите даже натянула поводок он стоит ждет камни молодец хорошо ну вот сегодня вообще просто показала как обычно мы гуляем у нас не все гладко нам год и два мы стараемся мы постоянно над этим работаем и пока мы реально оцениваем себя у нас всегда есть прогресс